Дружеская атмосфера, мягкий свет и акустическое исполнение. В такой камерной обстановке проходят квартирники в салоне у Джима. Не в далеком Техасе, а на северо-западе, дома у поэта Андрея Плохотникова. Творческие посиделки названы в честь кота-организатора на одной из подобных встреч с музыкантом из Понарей. И Джим, значит, немножечко его смущал, когда пытался потрогать его гриф во время исполнения песен и погрыз его стихи. И после этого случая с легкой руки Макса был назван, мы назывались вторыми пятницами на дружбе, а после Макса стали называться салоном у Джима. Квартирники проходят в рамках созданного Андреем Плохотниковым проекта «Живой современник». Послушать музыку, провести вечер в приятной компании, творческая интеллигенция раньше собиралась раз в месяц. Сейчас встреча проходит спонтанно, но всегда с неизменным интересом, ведь новый музыкант – это всегда событие, говорят слушатели. Недавно у нас был исполнитель Сергей Игнатьев, на нем пришло 35 человек, то есть еле-еле вместилось. То есть у нас были антракты, люди входили-выходили, то есть они даже не могли поместиться в этой комнате. Если человек находится в зале и тоже причисляет себя к музыкантам, либо к авторам, он всегда может поднять руку, сказать, у меня тут есть пара ласковых слов, пара ласковых аккордов. Даже если придет три человека, концерт состоится. Такова особенность этих квартирников. На первом месте диалог с музыкантами и взаимоуважение. Организаторы стараются создать атмосферу закрытых квартирников, столь популярных восьмидесятых. При этом салон у Джима открыт для всех желающих. Билетов на входе не продают. Чаще всего шляпа, так называемая. То есть мы ставим шляпу и кто сколько желает подарить исполнителю, столько и бросает в эту шляпу. То есть здесь обычно такая творческая атмосфера, то есть в основном это происходит ради того, чтобы люди узнали этого исполнителя. То есть такое начальное продвижение для человека, который начинает свою карьеру. Не обошелся без дебюта и этот квартирник. Максим Ковалевич будущий аккордеонист, но увлекается гитарой. Пробует сочинять музыку. То есть в целом это поэзия абсурдизма идет. Довольно не связанные между собой тексты, но при помощи ассоциаций слушатели воспринимают целиковую картину. Квартирник в Курске стал творческой площадкой для музыкантов из разных городов и стран. Вячеслав Захаров приехал из Пятигорска. Сейчас у него гастрольный тур, куда он включил и наш город. Как говорит Вячеслав, он помогает звучать поэзии. При этом размеры сцены и значения не имеют. Можно дерзость принять за смелость, не заметив пушок на рыле. Чтобы птицам летать не смелось, надо просто подрезать крылья. Сижу в Пятигорске, в Цветнике, в парке. Играю на улице. Подходит, скажем так, молодой человек. Слушает несколько песен. Говорит, в общем, то же самое. Почему вот небольшие где-нибудь сцены. Я говорю, куда уж больше-то сцены. Атмосферу творческой свободы все же регламентирует правила. Состояние алкогольного опьянения, вход на творческую площадку закрыт. Музыка звучит в квартире только до 11 часов вечера. Поэтому проблем с соседями не возникает. Они порой тоже заглядывают на огонек.